Здравствуйте, дорогие друзья! Керша Радар сегодня на канале сети ножевых магазинов Мейсер Мейстер. Компания Керша уже многие годы обновляет свою китайскую серию в частности теми или иными ножами с замком фреймлок и полностью стальной рукоятью. И вот Радар это как раз один из таких ножей. Здесь есть несколько технических решений, которые для компании Керша уже можно считать традиционными, потому что они существуют три, четыре или даже пять лет. Ну а сама вот эта технология производства подобных ножей с помощью стальных рукояти и замков фреймлок, она у компании Керша существует наверное уже лет десять и в принципе как-то вот они от нее отойти постепенно не могут. Выделяет Радар тот факт, что это довольно небольшой нож, сделанный по подобной технологии. Этот нож сразу можно сказать, что для своих габаритных размеров по современным меркам тяжеловат, потому что нож это действительно маленький. Я вот так вот рядом себе позволю показать бенчмент багаут, чтобы вы понимали, что даже багаут то в общем-то это пусть и по современным меркам среднеразмерный нож, но нож небольшой. А Радар это нож прям по-настоящему маленький, но при этом имеет он массу на самом деле под 100 грамм, что конечно по современным меркам совершенно недопустимо, если вы вот такой вот старательный ножеман. Но как мне лично кажется этот нож не особенно что ли для ножеманов и придуман, разве что только для тех из них, которые испытывают ностальгию по тому, какими были ножи Керша лет наверное десять назад. В кругах любителей ножей манера делать полностью стальные рукояти уже давно постоянно подвергается критике, но если речь идет о людях, которые ножами просто пользуются и вот как-то не особенно погружены в вопрос того, что рукояти могут быть сделаны из алюминиевых сплавов или из титановых, эта манера никакого такого особенного отторжения не вызывает. Более того, найдутся люди, которые вообще любят, чтобы нож был такой действительно полностью железный и увесистый, даже если речь идет о настолько маленьком ноже, как Керша Радар. Поэтому скорее всего вот эта модель задумана больше для них, чем для любителей ножей, ну таких убежденных, прожженных, которые понимают, что конечно же тут надо было бы делать титановый сплав и ставить какую-нибудь сталь типа 20СВ и вот тогда. Но друзья, это скорее всего не для вас. У этого ножа полностью стальная рукоять, которая собрана на трех бонках. В одной половине рукояти есть такая выемка, закрытая другим стальным листом, назовем это так, которая прикрывает пружину системы SpeedSafe, которой оснащен этот нож. Другая половина тоже, в общем-то, никак не облегчена, но в ней сделана пружина замка FrameLock. Сделана традиционным для компании Керш способом. Я думаю, что здесь любители ножей ничем удивлены не будут. Это прям обыкновенно. Действительно вот такая пружина, какая она у них бывает и всегда. Вполне надежно работает в наших тестах. Вот эти вот ножи от компании Керша с подобной конструкцией чаще всего показывают себя вполне надежными. Тесты они проходят, но нельзя сказать, что вообще нет никаких повреждений. То есть такое вполне обыкновенный, нормальный вариант работы замка FrameLock. Ограничитель для этого замка сделан вот таким хитроумным способом. Здесь есть вот такая деталь, которая не даст вам, если что, слишком сильно отогнуть пружину замка. Я вот ее хотел магнитом при вас попробовать. Она, судя по крайней мере, потому что магнит прям резко берется, тоже стальная. Ну, может быть, просто, конечно, это все-таки липнет через пластик. Я вот здесь точно не могу сказать, потому что производитель не указывает, а по ощущениям не совсем я могу быть уверен, что этот элемент все-таки стальной. У ножа стальная Eclipse. Выглядит она вот так. Может быть, переставлена на другую сторону рукояти. Как обычно, она достаточно гибкая. Ее легко посадить на край кармана абсолютно любых брюк. Выглядит это будет вот так. Нож особенно в глаза не бросается. Клипсы достаточно глубокой посадки. Извлекается тоже комфортно, в основном благодаря тому, что рукоять, естественно, так как сделана без всяких дополнительных насечек, будет помогать ножу соскальзывать с кармана. Это надо иметь в виду, если вы, ну, я не знаю, работаете монтажником-высотником и время от времени висите чуть ли не кверх ногами. Тогда, да, какие-то проблемы с этим ножом могут быть. Ну, а так, в остальном, для большинства людей это будет вполне комфортной конструкцией клипсы. В 8 узле этого ножа находится шайба. Я надеюсь, что удастся показать. Они небольшие, но сделаны из цветного металла. То есть, все довольно стандартно, опять-таки, для ножей этой категории. Здесь еще хочу отметить момент о том, что клипсы у этого ножа можно переставить не только просто на другую сторону рукояти в то же самое положение, но и можно переставить вперед. Для ножей современных от компании Керша это довольно редкая ситуация. Но тут вот ввиду того, что рукоять стальная, решили просто понаделать, что называется, посадочных мест везде, где только можно. На подобном ноже я, честно говоря, не знаю, насколько удобно будет его носить подобным образом, с клипсой поставленной впереди. Но, тем не менее, можно. За открытие ножа у вас отвечает вот такой плавник флиппера и система спидсейф, которая на этом ноже установлена. Немного дергайте, и, в принципе, нож достаточно надежно открывается. Могу так сказать из личного опыта, что пружина системы спидсейф при очень активной эксплуатации может действительно ломаться, но в этой ситуации ее даже в бытовых условиях можно из ножа извлечь, и нож и механически будет достаточно нормально работать. Тут единственный, пожалуй, момент, который нужно показать, что вот в отличие от старых ножей компании Керша в сложенном положении клинок стоит действительно ровно по центру рукояти. Вот раньше это вообще практически не поддавалось регулировке, и на доброй половине ножей, о которых я сегодня упоминаю, клинок стоял как-нибудь неровно. Вот как его не затяни, поставить его подобным образом было практически невозможно. Но сейчас совершенно очевидно, что по прошествии лет уже, наверное, десяти выпусков ножей с подобной конструкцией, те китайские производства компании Керша, которых выпускают, научились делать ножи таким образом, что вот этой проблемы в ножах нет. Поэтому можно надеяться на то, что механика и без пружины будет вполне комфортной. На данном ноже, так как он весь сделан из стали, включая рукоять не только клинок, но и все элементы рукояти подвергнуты обработке с помощью оксидирования. Вот такой придан черный цвет, а уже потом все это подвергается галтовке. Такая обработка имеет фирменное наименование корпорации Кай, которая звучит как Black Wash. Ну, надо сказать, они данный торговый знак зарегистрировали довольно давно, и как-то так сложилось в общей самой такой ножевой среде, что вот подобную вообще обработку рукояти или клинка везде уже практически называют Black Wash. Хотя подчеркну, что это, строго говоря, именно фирменное наименование корпорации Кай. То есть, можно так называть формально, если подходить к этому вопросу, только ножи от бренда Керша и бренда Zero Tolerance. Но, тем не менее, вот этот момент на данном ноже реализован на полную катушку. На самом деле, это довольно прикольная идея покрытия, потому что, с одной стороны, это хорошо, так скажем, брутально на первый взгляд выглядит, а, с другой стороны, его довольно-таки сложно заметно повредить так, чтобы это испортило внешний вид ножа. То есть, повреждений видно-то будет, но он как бы весь уже такой немножко подободранный. Это довольно приятно для рабочих ножей от американского производителя. Клинок сделан из стали V8 Chrom 13 Molybden Vanadie. Это такой прям классический дроппоинт, чуть с подвогнутыми спусками. Вот особенно не выпендривались, то есть, знаете, такой хорошо и просто сделанный клинок. Его основная отличительная особенность, это довольно небольшая толщина. Обратите внимание, вот в технических характеристиках я вам так постараюсь поподробнее показать в данном случае, чтобы было видно. Клинок действительно тонкий по меркам современной ножевой индустрии. Но это такая вот тенденция, которую задают ножи компании Керша и думаю, что в самое ближайшее время она как-то так будет расширенно реализована и другими производителями, в том числе и китайскими. Потому что уже многое об этом говорит, что появившаяся сейчас возможность за счет применения других замков, за счет применения более высокоточных станков и повысившейся точность изготовления ножей, позволяет делать клинки более тонкими, не при этом упуская какие-то моменты, связанные с прочностью удержания клинка в открытом положении с помощью замка. Поэтому да, так как большинство подобных ножей они все-таки делаются в первую очередь для режущей работы, эта тенденция, я думаю, что на рынке продлится. Но вот компания Керша делает подобные ножи уже сейчас. И вот это вот, допустим, очень сильно отличает этот нож от старых ножей подобного типа, выпущенных лет десять назад. Радар как-то неуловимо напоминает мне ножи от компании Керша, которые существовали уже скоро десять лет тому назад, когда была такая тенденция, например, взять какую-нибудь модель Рика Хиндерера и в линейке Zero Tolerance выпустить ее с титаном, карбоном и прочими какими-нибудь такими прикольными штуками, а для массового употребления в китайской серии компании Керша сделать его же, но с полностью стальной рукоятью. Вот если вы те времена застали, тут сделано все ровно так, как было в те времена. Единственная разница заключается в том, что в соответствии с современными тенденциями рынка этот нож максимально заглажен на рукояти. Никаких вот острых краев, каких-то неснятых фасок, которые были когда-то тогда раньше, здесь наблюдать не приходится. Ну вот единственный момент, немножечко можно что-то почувствовать на плавнике, но и на этом все. Сделал нож действительно несколько аккуратнее, чем это было 10 лет назад. И для тех, кто по подобным ножам ностальгирует, это, конечно, будет такой приятный кивок в прошлое. Кроме того, нельзя не отметить, что есть еще один приятный нюанс, который на ножи из прошлого, конечно, этот нож делает непохожим. Это довольно-таки тонкий клинок. То есть это такая вроде бы мощная на первый взгляд, но на самом деле довольно-таки режущая штуковина, которая придется по вкусу тем людям, которые любят пользоваться ножами, ну что ли, с некоторым толком. Сталь здесь вполне обыкновенная, но с другой стороны, наши тесты говорят о том, что 8 Front 13 Molibden Vanadi в исполнении компании Kersh вполне нормально проявляет себя для эдакого ножа на каждый день. Ну а в общем-то, что еще надо, если хотите вот такую железяку для того, чтобы она действительно резала? С вами на канале сети магазинов Мессер Мессер был Заливах, надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр, пока!